Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная пауза в обзорах дивных сериалов и фильмах западного и не только производства. Приехал вот тут, даже не знаю, гость, не гость, вроде как гость. Стесняйся, личный гость, потому что я приехал в том числе и к тебе. Да, ты же уже писала об этом. Да, да, да. Вот три причины, видите, одна причина, чтобы попасть на мои экскурсии. Мне приятно, мне лестно. Гость в Австралии живет, а сам из города Петербурга. И, соответственно, конечно же, дико интересно. У меня там есть знакомые, кто в Австралию ехал. Басист у меня, мы с ним долго играли, сейчас там живет со своим семейством. Он просто фанат кайтинга. Австралия для кайтинга это прям вообще огонь. У нас как-то в ноябре в Петербурге с кайтингом не очень хорошо. В марте тем более. Вот. Поэтому, ну, во-первых, представься, меня зовут Рассел, многоязычное имя. Да. Реально, Рассел, это не понты, он так действительно и обозначен. Скажи, пожалуйста, если бы тебя вот остановили на улице и сказали вообще, чем хороша Австралия, ну, вот для тебя, для русского человека, что бы ты ответил? Удобство повседневной жизни. Удобная инфраструктура. То есть нет стресса у меня от пробок. Я не испытываю какие-то проблемы при общении с какими-то там элементарными органами госвласти. Все у меня занимает 2-3 минуты. Удобство повседневной жизни, да. То есть это никак вот тебя не создает дополнительный стресс, где их можно не создавать. Вот это удобно. Где ты там живешь? Брисбан, третий город. Город саммита, G20, последний, куда Владимира Владимировича еще пригласили. После этого все закончилось. Вот этот именно город Брисбан. Как вообще устроена Австралия? Я вот считал, что там как-то все по бережку. Все по бережку. В глубине, в резервациях добровольных уже на сей раз живут товарищи аборигены. Все население живет исключительно по побережью. Потому что удобный климат, много влаги, не жарко, не холодно. Ну, относительно, конечно, не жарко я загнул. Ну, то есть жара переносится хорошо возле океана. Всем нравится, всем здорово. Да, все мы живем вдоль воды. Как происходила интеграция в австралийское общество? Очень тяжело. Она до сих пор происходит. Ничего такого, там, роскоязни не бывают, что я там пожил год, и я с ними как родной. Есть разные уровни допуска тебя в общество. Поэтому ты всегда будешь шаг за шагом заходить, подходить, смотреться, присматриваться. Долго, долго. А с чем, ну, тут конкретно, с чем приходилось сталкиваться и приходится? Акцент, потому что даже выпускник английской школы будет просто поражен. Произношением австралийский акцент это что-то вообще непередаваемое. Это мамблинг, каша во рту. Языковой барьер, культурный барьер. У них совершенно другой бэкграунд. Они смотрят другие фильмы, другие мультики, не читали книжек. Тут посложнее. Мы очень быстро сходимся с европейцами, особенно с восточными и южными. Потому что мы больше похожи, с ними мы разные. А вот, ну, есть такое распространенное мнение, что австралийцы – это потомки вот этих вот каторжников, которых туда свозили и так далее, и так далее. Конечно. Они видны. Ну вот, я и хотел спросить, это чувствуется? Ну, есть социальные классы, которые, мне кажется, могут прямо провести параллель. Да, но они уже сильно разбавлены. Они живут в отдельных местах. Да, это не вся Австралия. То есть там все, не все рецидивисты с тремя сроками. Это даже отражается в том, как они себя повседневно называют. Мэйд – это же как бы братец. А братец – это, извините, это братец по определенным делам. Мультик был советский. Там «Братец-лис», «Братец-волк» – это же переводная сказка английская. Английская австралийская. Вот, то есть этот бэкграунд где-то держится. Но в больших городах, где много уже приехало волн эмиграции, черти откуда там, это, конечно, мало-мало такое. Ну, среди коренных австралийцев, когда они только между собой, у них какие-то там есть культурные коды с этой темой связаны, в обычной жизни тебе это касается меньше всего. Безопасности это точно никак не отражается. Бывшее каторжное прошлое. А вот с этим насчет безопасности, как с этим в Австралии? С нашей точки зрения, наверное, это вообще что-то бесподобное, потому что я могу не закрыть дверь. Не то, что в квартире. Я в машине первый год вообще не закрывал дверь, пока у меня, в принципе, мне ничего из нее не брали. Мне, конечно, была очень дешевая машина. Это нормально для первого года. Не для первого года проживания. Никогда у меня никаких проблем не было с каким-то уличным проявлением. Она, конечно же, есть, но она обузданная, она где-то находится вот в рамках того. Дети при этом, правда, по улице не гуляют сами. Но это, наконец, достижение современного общества. Потому что у нас все педофилы — это болезнь. То есть детей не отпускают одних на улицу из-за этого? Ну, да. Ну, опять же, это австралийские семьи. Наши дети гуляют, где хотят. Их это никак не парит. Ну, кроме того, что по австралийцу удивляются, что дети сами ходят по себе. А у этого есть реально основания? Ну, то есть там, ну, как это, знаешь, как у нас... Нет, ну, просто если один ребенок пропал, пьесы рассказывают об этом, что все. Они просто больше придут этому внимания. У нас, я думаю, если посмотреть статистику, мы далеко в планете, просто никого это не парит. А они это придают этому большое значение и немножко запугивают людей, которые сидят у телевизора. Соответственно, они своих детей не выпускают на улицу. В каких-то более районах, где меньше, как говорится, приезжих, или он более этнокультурный, там дети носятся так же, как наши, с велосипедами по улице. Нормально. Но это от района к району зависит. Очень разные люди живут. Какие классы, какой телевизор они смотрят, читают ли они книги, все от этого зависит. Очень интересная получается ситуация. То есть они преуспели в этой рекламной кампании... В криминальной преступности они очень сильно преуспели. Гораздо больше, чем все наши Киселевы, которые говорят, что вот там это проклятые гиги. Да, получается, они сами себя заизолировали. Да, да, это поразительно. Хорошо. Общие... Вот ты говорил, там есть проблемы, там, книги, бэкграунд и прочее. Какой вообще средний уровень развития австралийцев? Как, что они делают? Чем они живут? У них очень упрощенная школа. Зависит, конечно, еще очень от возраста. Если человек 55+, с ним интересно поговорить. Он много чего помнит. Его в школе, как бы, хоть заставляли что-то учить. Он что-то почитал, ему уже было время. Вот. Если это 25+, там просто пустыня. Там нам уже туда можно... Что расскажет, что там и останется. Угу. Просто я... Они разные. Вот в зависимости от возраста поколения, когда они воспитывались в школе. Ну, это же, получается, такой белый лист, на котором можно писать все, что угодно. С помощью медиа. Местная медиа этим занимается. Я же рассказал тебе историю предыдущего, вот, про подготовку общественного мнения. Ну, расскажи на камеру, да. Значит, за полгода до... Как это мы назовем события правильно, чтобы они... Ну, до того, как наши доблестные, как там, западные партнеры, вот, уронили один рейс, из-за которого они там доблестно наматывают сопли, телевизор был наполнен просто программами из разряда «Я был и я выжил». То есть подготовленные джипы носились зимой по зимникам Ямала, по якутским каким-то там улусам, когда это называется у них так, по Камчатке. Они ездили в какую-то там задницу мира, находили какие-то полуразрушенные поселки, полужилые поселки с двумя-тремя людьми и пытались показать, что это вот, это реальная жизнь. Вот. Что-то Россия, она такая. Да, да, вот это прямо только такая. Они не показали... Была одна передача про Москву, где молодой австралийский корреспондент за 300 баксов купил машину-четверку и охреневал. То есть, ну, конечно, сама машина-четверка охренеет кого угодно, даже сейчас, многих водящих за 300 долларов особенно попал. Он там тоже не мог выжать сцепление, потому что оно уже повсюду не выживало. То есть, они даже в Москве не нашли самый трэш. Они кого-то там гоняли в район, может, черкизовского рынка, то есть, выбрали еще места такие, постарались. Даже в Москве они показали там мат. То есть, они подготовили, все произошло, народ сказал, «Ах, ну да, это же именно, вот я же помню, я же до этого смотрел, как эти варвары там живут в своих этих улусах». Вот, и все. И после этого программы закончились, все больше никому стало неинтересно, ничего больше не показываем мы про этот край. А подготовочка была такая проведена, очень даже бодрая. А какое вообще восприятие русских там? Как телевизор практически? Кроме тех людей, которые способны открыть книжку или посмотреть что-то вне телевизора. У них прям диаметрально противоположные, они прям тебе все всегда сами расскажут, очень хорошо подкованы. Но большинство просто не привыкло черпать какой-то источник информации вне того, который дан. Они очень ленивые в этом плане. Хорошо, тогда логичный вопрос. А как преподносит телевизор Россию? Мы являемся доблестной колонией, ничего не поменялось, только была у нас английская колония, теперь мы американская колония. Как нас сверху спустили, значит, канал CNN, мы доблестно в этом русле работаем. Сейчас у нас другой цикл передач по прошествии. Вот пять лет прошло, значит, мы показали Улуса и Ямала. Сейчас мы показываем какие-то без лиц, без голоса айтишников из России, которые рассказывают, что это они хакали. Ну, давайте покажем лица и голоса, потому что вот что-то у меня такое ощущение, что этих ребят очень легко показывать. Без лица, без голоса, тень на экране, он где-то сидит в другом комнате, а они переводят еще. Давайте на родном, потому что я слышу, что он там говорит, они как-то не очень даже бьются синхронненько. И какие-то очень истеричные ребята, они все время там в каком-то припадке, если я вам скажу еще чуть больше, у меня будут проблемы. В принципе, ты уже говорил настолько, за что ребят в Лондоне гречкой траванули, все сложилось хорошо. Ну, ахинея, честно, смотреть, это уже просто... Я уже даже не пытаюсь отслеживать, потому что если еще мне с Ямалом как-то это будоражило, вот, какой-то трэш, ну, это было прям как будто это вот прям крины земли, прям и там живет 95% населения. То уже ребята без лица и без голоса, чтобы потом не запалиться, это как бы не для слабонервных. Хорошо. А на бытовом уровне это как-то отражается, восприятие русских? Нет, на бытовом уровне они уже немножко накушали всей этой американской ценностью, особенно мужчины возраста такого адекватного, они как бы не очень, не очень, не очень им нравится вся эта система ценностей, на которую их самих натягивают как сову на глобусы, и они как бы говорят, слушай, все-таки что-то у вас есть. Потому что у вас можно сказать, мне это не нравится, а там как бы это могу сказать только я. Да, это я могу топить за Харви Ванштейна, например. Вот, я честно говорю, давайте, ребята, ну честно, ну Харви может быть не этот, но тогда девочкам надо всем переквалифицироваться из суперзвезд и вернуться в официантки. Тогда все будет по-честному. Они как бы хихикают, смеются, но сказать да, не всем это так просто. То есть там тоже есть определенная лицемерия? Чем выше по уровню работаешь, если ты работаешь с обычными работягами, можно говорить прям за партию вообще можно спокойно, ну как на советских заводах. Обычный же советский рабочий мог спокойно сказать, что он думает, да, 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 и никому ничего не будет. Да, если ты, конечно, работаешь, если ты журналист, если ты представитель высшего класса, там кастовые никуда отличия не деваются, их как бы не видно, но они есть. То, конечно, там надо политику партии исключительно держать и всегда за либеральные ценности. Я пожил полтора года в Сиднее, там прям уровень политкорректности в хороших дорогих районах, он прямо... Да, ну как только ты скажешь, куда ты, они тебе могут сказать, что да-да-да, есть, есть, есть. Знаю, знаю. Все нормально. Что ты там не можешь... Вот реально, вот точно ты не можешь делать в Австралии то, что ты можешь делать в России. Ну, там, опять-таки... Конкретно я или любой другой приехавший? Любой другой приехавший именно из России. Ну, привыкли тут какие-то... Специальности, которые не проходные для нас, да? Нет, нет, может быть специальности, может быть того какой-то уровень. Я просто вот, я люблю рассказывать историю, что я ехал как бы в Бостоне, на вокзал, оттуда я, соответственно, ну, в аэропорт я ехал, и зашла дама, и я долго ломал голову ступить или не ступить ей место, потому что мне там рассказали пару случаев, и я, конечно, понимал, с одной стороны, что это бред, но с другой стороны, как-то я подумал, блин, последний день, сейчас еще, не дай бог, там... Да, прилипнуть и не попасть на самолет. Я понял тебя. Из бытовых вещей нельзя на улице вообще где-либо снимать детей, то есть, если твой ребенок что-то делает... Снимать имеется на камеру. Ну, вот ты делаешь фото своего ребенка, а рядом другие дети скачут. Вот если другие родители, это может взволновать, что ты фотографируешь чужих детей, пока они не поймут, что это твое. Или там на школьном каком-то выпускном вечере там тоже у многих может, зачем вы снимаете моих детей. Ну, это вот тоже, я думаю, переизбыток этого там в голове интеллекта. А из отраслей, которые мы себе не можем, наверное, там позволить, отрасли сильно завязаны на местный язык и местное образование, соответственно. Ну, наверное, какие-то политические отрасли и, наверное, отрасли, связанные с криминальной, криминальной, с этой отраслью. Сложно, я думаю, попасть будет в какие-то правоохранительные структуры. Чем они себе немножко роют яму, потому что у них, например, нет никаких противодействия каким-то, я думаю, этническим сообществам. Потому что полиция белая, ну, как в Америке, у них это, тоже есть такая проблема, они не сильно работают с этническими, я думаю, какими-то проявлениями. А вот по поводу этнических, ну, есть культовый фильм, Рампорт Стомпорт, да, он называется, Бритоголовый, один из первых фильмов, по-моему, Рассел Кроу. Да, 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 с Рассел молоденький, Рассел Кроу. Да, молоденький Рассел, да, 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 подтягивающийся на турнике в таких шузах прекрасных. И он раскрывает вот эту проблему, да, неонацистов, и там китайцы конкретно, да, китайцев они мочили. А как сейчас-то вообще вот это знаменитое высказывание австралийского премьер-министра про мусульман и так далее? Их, да, их подобуздали, вот, то есть у них был вот этот там всплеск, когда им там казалось, что они здесь большинство, но вот тут и спасает, насколько они сильная элитарность, образованность среднего класса. Они очень быстро показали, что с нами так разговаривать нельзя, полиция не сильно препятствовала. Вот это, у них есть эта система сдержит противовесов, но просто я вижу этнические группы, которые они в будущем, они контролировать их будут с большим трудом, потому что в полицию они этих людей с этой национальности не берут на сегодняшний момент. Как итальянцы, в американскую полицию стали брать итальянцев и ирландцев, потому что они поняли, только таким образом можно разрушить эту этническую преступность. Свою этническую, у них не этническая преступность, до головы никуда не делись. Есть банды, так называемых, байкеров, они в принципе действуют, но из-за того, что как раз это свои, и с ними они худо-бедно справляются, потому что это своя культура. Вот со смежными культурами им будет работать в будущем сложно. Вьетнамцы, например, на сегодняшний момент. Они пока варятся в своем соку, у них большое сообщество, у них там свои разборки, но в принципе они могут выстрелить в какой-то момент, мне кажется. Или, например, наши ребята с африканского континента. Они тоже пока заняты разборками между собой, но в будущем, если они будут представлять все большую и большую часть населения, будет сложнее. Хорошо. Как бы ты охарактеризовал, классифицировал русских, которые едут в Австралию? Зачем, почему? Мы совершенно разномастные. Я могу сказать, во-первых, это много волн было, они все друг от друга отличаются, друг друга ненавидят. Тут мы молодцы. Например, хороший пример того, что вот эта вот эмиграция, она так называется, Харбинская, с брендом Харбинская. Те, кто уехал из Харбина, когда уже в Китай пришли коммунисты во главе с Мао, они даже между собой умудрились, как только сюда приехали, перегрызться, понастроить пять лишних храмов, пять разных храмов, только из-за того, что, значит, я сюда хожу со своей семьей, а вы как бы вот... Ну, в общем, да. Традиции были заложены сразу. Вот. Грызня, значит, продолжает. А уж один класс другой вообще не признает, потому что один называют колбасные эмиграции, мы идейные, вот мы там политические, вот, а вы тут как бы приехали просто за хорошей жизнью солнцем. А колбасные, это, наверное, 90-е? Да, 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 да. Ну, и, а уж, тем более мы сейчас, что вы оттуда претесь? Если вам так нравится Россия, березки, вперед, вы что-то можете вернуться, у вас сейчас с простертыми объятиями квартира, где там Депардье в Воронеже вам грозит, так вы едете, то никто не едет. Вот. Поэтому мы разные, очень разные. Я могу сказать про свой класс, наверное, своего, наверное, поколения, они тоже разбиты на две больших составляющих. Это, назовем их условно так, это все-таки люди-профессионалы в своих каких-то областях, которые приехали по профессиональной эмиграции. И это, скорее, большая проблема, что эти мозги отъехали отсюда, потому что реально это люди толковые в своих областях, прям, ну вот, жалко, что таким, ну, я понимаю, что они могли бы работать гораздо с той же производительностью, только в другом месте. И те, за кого надо сказать спасибо, что Австралия забрала, это всякие визы вот там всяких беженцев, до сих пор политических, диссидентов, это прямо люди вот с категории уехали, давайте все порадуемся и даже облегчим выезд, продолжим дальше. Они и там, как говорится, они здесь не работали, и там не работают. То есть это вот прям категория людей. Вот мы такие. Поэтому у нас представления очень разные. Если ты с ними пообщаешься, ты, конечно, скажешь, что вы, ребята, какие-то утырки просто, как один. А если ты, конечно, общаешься с людьми, которые как бы адаптированы социально и ехали как профессионалы, а не как это борется с режимом пламенный, то, конечно, они совершенно разные. И, соответственно, вот мы очень непохорны. А они то, что там пересаживаются на пособие или как они умудряются не работать? Да, да, да. Они, значит, сначала здесь борются с режимом, получают визу, отчаливают там, приезжают, ну и, да, и дальше сосут. Ну, как говорится, система старая, отработанная. Я заслужил. Да, да, да. Я заслужил. А вот, да, да, да. Пострадал. Они очень такие, да, активные ребята в получении пособия. Там очень сложная система пособий, сходу она не берется, но у них-то время навалом, они не ставят целью работать, как-то зарабатывать. Они поэтому продолжают заниматься тем, чем умеют. Борьбой с режимом. Ну, уже с социальным режимом и выбиванием из него пособий. Да. Мы разные. Просто ужас, как-то для чего. Я больше все-таки вот тяготею к первой категории. С ними как-то не так опасно связываться. Вопрос американского характера. Кенгуру есть? Скажу даже больше, как в том анекдоте про акулу. Значит, с кенгуру у меня ничего не было. Да, акула меня кусала. За что? Нет, неправда. Да, кенгуру больше, чем людей. Все замечательно. И даже в больших городах? В больших городах, в парках, да, они будут никуда не... Почему? У меня знакомые живут у них дома прямо на окраине. У нас там не многоэтажные дома, а наоборот, как крайне это все сглаживается. У них частный дом прямо на краю города. И все, к ним дикие кенгуру приходят жрать траву нормально, очень много. Конечно, их никто ничего с ними не делает, они никому не мешают. Они мешают только дорожному движению, что можно машину разбить об них сильно. Есть. Все нормально. Это правда, что этот кенгурятник как именно был? Оттуда и пришел, да. У нас там, если посмотреть фотографии, на любом маленьком седании, начиная чуть ли не с Сузуки Свифт, его можно прицепить. Ну а это данность, особенно если ты живешь чуть вглубь в континент, вечером на машине местные просто не едят на машинах на своих. Ты разобьешь машину. И да, а кенгуру, ну плавозрелый самец это 150-200 килограмм. На хорошей скорости тебе этого хватит, чтобы хорошо попасть на ремонт. Нет, природа, природа замечательная, с этим никаких вопросов, кенгуру много, все, то есть это полный порядок. Что касается кухни национальной вообще, она есть? Вообще что они едят? Нет, как и все британцы, назовем их так, мне этот вопрос очень интересует, едят они какую-то дрянь. Вот, это сэндвич, еще, значит, теперь они уже все пьют поголовно софт-дринки, запивая вот сэндвич, не знаю, с моей стороны это экстремальная еда, лучше консервов каких-нибудь поесть, вот, чем вот этим. А для них это нормальный может быть обед, сэндвич с софт-дринком. Сафт-дринком, это кола какая-нибудь? Да, да, что-нибудь сладкое максимально. С утра они все пьют кофе поголовно, потому что они подскакивают ни свет, ни заря, сами себя носили, лишний раз зачем. Или ты с вечера пораньше лякай, или как-то, ну, то есть, вот они пьют кофе два-три больших стакана они выпивают, потом, ну, нет, еда у них очень своеобразная, нам она чужда. Супы они не едят, как выяснилось, поэтому совсем как-то скучно. Ну, может быть, еще и до жаркого климата, на самом деле. Ну, есть холодные сезоны, все нормально, когда они очень актуальны. Ну, да, с супами, на самом деле, это не только австралийская. Хорошо, они не едят салат, они не едят кашу. А, салаты не едят салат? Да, у них обалденные фрукты, овощи. Я знаю, у нас еще соседи новозеландцы, там вообще все шикарно, да, со мной один работал, и он увидел, я ем виноград, что ли? Не, не виноград, какой-то фрукт я ел, ну, обычный, не, не виноград, что-то было повеселее, но обычный, то есть, они что-то, он спросил, что ты, а, сливу я ел, значит, он спросил, что ты ешь? Я говорю, сливу, хочешь попробовать? Фу, я никогда эту дрянь не ел. Они не едят фрукты, овощи, они едят вот какой-то хлеб, тосты, вот, сэндвич, отвратительно, нет, то, что они едят сами, это они пускай едят сами. привлекают, кроме женщин, вот, во-первых, дети, дети стройнее, потому что дети не пьют в таком количестве soft drink, газировку, вот, дети гораздо стройнее, дети живые, активные, и, конечно, взрослые гораздо стройнее, наши женщины, на мужчин не смотрел, вот, но наши женщины гораздо стройнее. Я понимаю, ты живешь в прогрессивном, толерантном обществе, пора. Как только мне предложат пост в Сенате, где-то является необходимым. Я, чтобы, да, как говорится, ради поста в Сенате, конечно же, я должен буду, пока меня это не касается, политика, я могу смотреть на то, что мне нравится. Женщины наши гораздо стройнее, гораздо изящнее, все-таки, дает о себе знать очень здорово. То есть, в общем-то, ну, нет, в Штатах салаты едят, в Штатах салаты едят, и мне вот это, очень большая новость, что в Австралии, действительно, где прям сам Бог велел. И вообще, питаться, как бы, правильно не мешает ничего. Растет все, есть все, круглый год, ешь не хочу. Какую-то дрянь привыкли есть, и добрость на ее едят. Не знаю, о чем объяснить. Не думают. Некогда. Окей. Какие-то вещи, есть какие-то вещи, которые, ну, тебя, может быть, это уже ты перечислил, но тебе, которые реально раздражают, но вот, как бы, ну, не можешь ты с этим смириться, ну, никак. Наверное, они всегда будут, какие-то вещи, кого-то когда-то раздражают, но я просто знаю, что, это баланс, любая страна, это баланс вещей, которые тебе нравятся, которые тебе не нравятся. Но это... И настолько мне много хорошего, я знаю, ну, пример, чем мне выбирать, выбирать между Австралией или сюда возвращаться, да. Но здесь-то я этот баланс знаю настолько хорошо, я знаю, что он годами не меняется, что-то, по-моему, даже ухудшается, вот, что я не могу найти каких-то сильных таких вот негативных вещей, и они настолько перевешиваются для меня позитивными, то, что я говорю, повседневная жизнь, спокойно, размеренно, выхватываешь стресс только от одного вождения. Поэтому я даже каких-то таких сильных вещей не могу назвать. Ну, то, что местные не сильно образованы, ну, тебя никто не заставляет с ними там целоваться и обсуждать какие-то сильные проблемы. Мы все равно внутри своего комьюнити обсуждаем какие-то серьезные вопросы, ну, которые нас интересуют, здесь охота поговорить за жизнь. Все равно это будут соотечественники, вот. А в обычной жизни, да никак меня это не касается, ну, это их проблема, не хотите учиться, не надо, хотите подметать улицы, ну, значит, мы будем, мы лучше вас учимся, приехали, значит, мы рано или поздно получим хорошую работу, а ты как с детства был, подметал, ну, будешь подметать, это же его проблема, не моя. Но при этом он там не улыбается, мы с ним друг друга волками не смотрим, он не всегда улыбнется, я ему в ответ, привет, привет, то есть, и для нас это никакой проблемой конфликта не является, он меня ненавидит из-за того, что я там, может быть, работаю где-то лучше, чем он. У него, может быть, зарплата будет лучше, чем у меня, потому что улицу убирать, это, кстати, ООО, это престижно, потому что там за это платят, они таким образом выравнивают некие социальные сферы, то есть, уборщик в торговом центре это не низ социального дна, это не жизнь издаватель, это белый мужчина или женщина, а вокруг будут, например, ходить выходцы из всех других стран и делать покупки в этом шопинг-центре, потому что ему платят выше, чем в полтора раза, чем продавцу в Макдональдсе, вот в Макдональдсе это совсем, да, как бы, о, ты упал, а убирать мусор в торговом центре это очень даже неплохие деньги, и туалет помыть вообще шикарно, ну, нормально платят, нормально. Развлечения как вообще устроены? Конечно, есть два центра больших жизней, Сидней и Мелбурн, там жизнь бьет ключом, уже вот город поменьше, Брисбон, там, с населением 1,7 и со всеми пригородами 2,3, есть один район ночной жизни, вся ночная жизнь там, если ты живешь в спальном районе, никакой музыки под окнами, никакого бара во дворе, никакого кафе 24 часа в соседнем доме там быть не может. Это очень удобно. Тебе надо выпить, нажраться, пережраться, ты едешь туда, тебе не надо, ты живешь в спокойном районе, ты ни с чем с этим не сталкиваешься. Кого-то это, может быть, там не хватает, опять же, если ты здесь к этому привык, но для меня это тоже проблемой не является. И все рано закрывается. Вот это многих непривычных людей, кто привык 24 часа открыто все и всегда, магазины, все закрывается рано, платить надо достаточно, деньги нельзя платить ниже минимальной заработной платы, соответственно, 24 часа ничто, нигде не работает. Ну, заправка только, если уж. Все закрывается достаточно рано, ты должен свой день подумать, спланировать, что в 11 часов в окей ты не пойдешь купать продукты. А вот австралийские девушки? Своеобразные. Они своеобразные. Достаточно было сказать они есть, они своеобразные. Нам это совершенно неинтересно, потому что это набор штампов, которые они думают, что они правильные, набор вот этих речевок из разряда, мне все по кругу должны, ну и совсем какое-то такое иллюзорное представление, что такое реальная жизнь. то есть это вот... А вот какие штампы? То есть у меня есть что-то феминистического характера? Да, да, да. Очень такие. Джендер-эквалити. Да, да, ну хочешь ради бога, но ты будешь как бы долго за свои права бороться в одиночестве в основном. Это у них происходит, потому что у меня был неплохой опыт, я водил это такси-убер в Сиднее как раз, да, в городе контрастов, назовем его так. И вот эти вот девушки, им уже там, я не буду говорить какой-то запредельный возраст, но видно, что они толпой, всегда вместе, все выходные, пьянка, нажраться, пойти в клуб, ну может быть, кого-то мы отсопанем, но в следующий выходной мы снова пойдем в клуб, потому что он тут же отскочит, поняв, что он наскочил на эти гендер-эквалити. Вот, поэтому они доблестно могут лет до 40 быть девушками, которая одна. А там уже, как говорится, вторая молодость подходит и там опять можно топить уже за другие эквалити. Они сами по себе, мы сами по себе, это без нас, как говорится. А на внешность как? Очень большой провал, то есть девушки до 18, и женщины после 45, когда она вспоминает, что эквалити, конечно, хорошо, но вот надо все-таки навести порядок и тут какого-то, значит, все-таки выцепать себе товарища. Вот. А вот между этим очень мало кто держит себя в тонусе. Или она будет такая тусовщица, прожженная, и она просто за счет алкоголя, постоянного недосыпа, она будет в тонусе. Вот. То есть в серединке нет, вот, значит, до 18 и после 45. Она уже заработала какие-то деньги, тут она бросается от облесного здорового питания, фитнес, и тут она прям расцветает. Вот. Ну, уже ее права не сильно интересуют, ее уже интересует конкретный поиск. На вложение отбить бы надо было. Да. Поэтому вот очень большая яма вот между этими двумя возрастами. Самый лакомый кусок пропадает. Ну, тут, как говорится, приходится вот, как говорится, за неимением... Ну, есть же там, там, ну, во-первых, никто же не, ну, не заставляет разглядеть прекрасное вот этой 30-летней, а Брюс с шидами, пожалуйста. Ну, вот. Главное, что в душе. Да, она же будет утверждать, что вот она цена своей душой и личностью. Да. Вот. Ну, обычно это штампы навязаны для каналов СНН, в ее личности процветают. Я никогда не забуду картину на утро после американских выборов. Женщина заказывает такси, я ее везу. Поездка очень недешевая, она из очень дорогого района, но на престижном пляже в центр города. И она подруге рассказывает, я решила развеяться, она вышла из нормального дома, ну, я вижу, что все хорошо, у меня есть некий опыт работы с людьми, у меня есть специальная подготовка к этому. Она вышла из приличного дома, неважно, снимает ли она, арендует это дорого, дом хороший, район замечательный, по ней видно, что у нее все хорошо. И она подруге рассказывает, знаешь, мне стало скучно, я решила съездить купить пару обуви и перекусить где-то в центр города. Она едет в самый дорогой район магазинов, всего этого. Понимаю, что она не будет покупать обувь за 10 долларов. И по пути, она рассказала в своих планах, она рассказывает, ты знаешь, я так обеспокоен, а я обеспокоен тем, что выиграл-то, значит, не Хилари. Что теперь будет с глобальным потеплением климата? Родная моя, ты заплатила сейчас мне там баксов 40, ну, компаний, да, 40. Мы сожгли до хрена бензина, чтобы отвезти твою жопу купить туфли. То есть, вот тут тебя потепление климата никак не касалось, да, тебе было наплевать, что мы сейчас коптим воздух и доблестно сжигаем керосин, чтобы тебя, значит, туда отвезти и обратно, потом ты поедешь так же на такси. Это тебя не касается. Ну, вот то, что бедняжка Хилари не прошла, которая, она, если бы, он-то свернет все эти программы, Хилари сама лично как-то очищала воздух, озоновый слой снижала, ну, бред, то есть, понимаете, но она очень переживает за это, за потепление. Сиди дома, ходи пешком, вот будешь сохранение климата, что ты поперлся себе обувь покупать? Чудная дама, что мы после этого говорим, да, об их какой-то? На этой прекрасной ноте, я думаю, что мы завершим. Ну что, успехов тебе, значит, в покорении этого континента, ну, а вас по традиции ждет анонс от меня уже опосля, ну, а с нашим гостем мы прощаемся. Всего доброго, было очень приятно. В эти выходные в Москве 4 августа будет две экскурсии, в 13.30 будет премьера экскурсии по Спиридоновке олигархи прошлого, Алексей Толстой, Горький Гранатный двор, Черносотинное убийство, убийство Савы Морозова, самоубийство еще одного армянина. В общем, насыщенная информация экскурсия. А затем будет экскурсия по Никистскому бульвару и дальше Плевандинского переулка от героических летчиков, летчиков типа Ленипидевского до убийства бытового такого терактора, теракта, господи, что у меня с языком. Главы московского Алексеева в Петербурге 5 числа будет лом для жандарма. Мы гуляем от площади Восстания до Овсяниковского сада. Там, среди прочего, будет и про народную волю, и вот про то самоубийство Судейкина, про которое я рассказывал очень подробно углублено. Затем в Петербурге в среду 8 числа в 20.00 будет экскурсия опять на Петроградке. Мы собираемся возле памятника Попову, расскажу немножко про радио, ну и про ленинградское ордеко, про то, как вообще должен был выглядеть лекальный совет. И потом мы пойдем дальше и я вам покажу вот такие достаточно неизведанные дали в экскурсионном плане Петроградской стороны. Через неделю 11 числа в субботу будет одна экскурсия в Москве. К сожалению, днем мы погуляем по Замоскворечью по Новокузнецкой улице, а воскресенье будет в Петербурге вечером по традиции экскурсия. Я повторю ее мы пройдем по набежной канала Грибоедова от главной конспиративной квартиры Нордовольцев. Дальше будет рассказ про экс в Фонарном переулке, самый известный экс, совершенный эсерными максималистами в Ролюционном Петербурге. Ну и закончим в доме старуха-процентщицы. Я уже один раз так делал, если не будет толпы, то поднимемся в квартиру в этом самом доме. Ну, типа в одной из квартир, в которых могла жить эта самая старуха-процентщица. Все ссылки на встречу есть в описании под этим выпуском. Там есть ссылка на основную группу ВКонтакте, где вы можете собственно следить за анонсами. И в конце хочу еще сказать, что если у вас нет финансовой возможности оплатить экскурсию, но вы очень хотите прийти, ну, собственно, напишите мне. Такое бывало и неоднократно. Я не банк и не Филипп Киркоров. Ради бога, мы решим эту проблему. На этом все. Оставляйте комментарии вот там. Увидимся. Пока. Пока.